Цена фьючерсов на пшеницу в США пошла вверх сразу после заявления о приостановлении зерновой сделки. Напомню, сегодня Россия официально уведомила Анкару и Киев, а также секретариат ООН о возражении против ее продления. Причиной для разрыва соглашений стало невыполнение данных Москвеобещаний. Кроме того, как отметил глава российского МИД Сергей Лавров, украинская пшеница попадала не в беднейшие страны, как предполагался, преимущественно на Запад. Таким образом, гуманитарный проект превратили в коммерческий. Это вызвало недовольство европейских фермеров, которые потерпели огромные убытки из-за наплыва дешевого украинского зерна. В результате ряд стран заблокировали поставки. Накануне последнее судно в рамках черноморских договоренностей покинуло Одессу. Сейчас ряду государств, опять же, глобального юга и ближнего востока, необходимо будет принимать более активную роль в том, чтобы эти коридоры функционировали. Опять же, с учетом того, что сейчас транспортно-логистические магистрали и потоки на евразийском пространстве трансформируются в принципе, мы можем говорить о том, что сам формат или концепция так называемой зерновой сделки, она просто может перейти на другие магистрали. То есть точно так же российская сторона, в силу давней традиции, в силу необходимости обеспечения взаимосвязи с государствами глобального юга, она будет поддерживать функционирование этих магистралей. Возможно, просто это будет не через морские коридоры, или же движение по этим морским коридорам будет ограничено какой-то период времени. Сегодняшнее решение по приостановке черноморской инициативы окончательное, переговоров больше нет, об этом сообщила миссия Российской Федерации ВОН. Москва также отзывает гарантии безопасности сухоходства и сворачивает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря. Субтитры создавал DimaTorzok